Если говорить о нашем вузе, то нужно отметить, что участие в ЭКСПО позволило нам родить новое направление исследований. Ряд проектов наших ученых, которые были представлены на площадках ЭКСПО, заинтересовали ученые из России, Белоруссии, Монголии, Китая. Представленный на выставке большой блок образовательных технологий дал возможность нашему вузу наладить контакты с представителями вузов США. Подписан договор о взаимосотруднии с университетами Государственным университетом Ниссисити, Калифорнинским университетом. Они будут способствовать транспорту технологий, проведению совместных научных исследований, а дальше реализации академистов и мобильных студентов. Также налажено сотрудничество с Техасским университетом. Сегодня Полударский государственный педагогический институт нацелен на создание новой модели развития образования и науки, ориентированной на разработку инновационных наукоемких технологий. И в этом направлении большую роль сыграла международная специализированная выставка. Благодаря ей началась активизация научно-исследовательской деятельности. В вузе реализуется проект создания экосистемы молодежного предпринимательства в молодежной среде совместности с Ассоциацией Техасским университетом Республики Казахстан. Кстати сказать, именно в этот период коммерциализован крупный проект разработка технологий промышленного производства биологически обращенного продукта на основе приобретенных штаммов чайного гриба. Получено свидетельство о аккредитации буквально недавно, 9 октября мы получили, и после этого заключено 10 договоров по реализации данного проекта. В вузе также организовано и в настоящее время проводится республиканский стартап-конкурс среди студентов Республики Казахстан стартап Бобаша Бизнес Паладар. Несомненно, в период проведения выставки Паладарский регион получил импульс развития туристического бизнеса, и в этом направлении наш институт не остался в стороне. Сегодня мы реализуем два крупных проекта по созданию археологических музеев под открытым нервом на озеро Турайго и в рочище Кимбартас, туристическое звание Баянаула, а также в выпуску маршрутной карты «Сакральные места Паладарской прередыщи». Проведение международной выставки «Экспо-2017» открыло большие перспективы для вузов трансляция проектов по зеленой экономике. В этом направлении реализуются проекты государственных природных заказников пойма «Эртыш» и оценка ответной реакции биоты в условиях интенсивного загрязнения промышленного центра Казахстана. Хочется сказать об участии студентов нашего института в выставке. В качестве волонтера было задействовано около 100 студентов. Общее сложилось 450 человек посетили выставку, ознакомились с современным достижением науки и техники, а также приняли участие в праздновании Дня Паладарской области. В заключении хочу сказать, что в рамках выставки было много дискуссий, возникло много новых идей, которые мы в настоящее время изучаем. Несемненно, на их основах будут созданы новые проекты, которые расширят область применения новых технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok